Всем привет! С вами Универ Ньюс в студии Адели Шамилова. Вот и настала пора узнать самые любопытные подробности последних студенческих событий. А теперь слушай особо внимательно, ведь сегодня ты увидишь. Нет предела популярности. Казанский федеральный заинтересовал представителей Uber Technology Inc. Им есть что сказать. Большие изменения ожидают студенческое радио UFM. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителями компании Uber Technology Inc. Как все происходило, узнаешь прямо сейчас. Не секрет, что двери Казанского федерального университета всегда открыты для иностранных гостей. 3 февраля состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями компании Uber Technologies Inc. Встреча прошла в зале наблюдательного совета. Основным вопросом стало обсуждение возможности реализации совместных проектов. Ильшат Гафуров познакомил представителей компании Uber с историей и современными возможностями Казанского федерального университета. Особо ректор отметил кадровый потенциал университета и инфраструктурные возможности. Так, например, в области медицины это университетская клиника. По нефтяной тематике это собственные совместные площадки САО «Татнефть». Отдельно внимания были удостоены структуры, также являющиеся площадками трансфера, профильные лицеи КФУ, выпускники которых, как правило, продолжают свое обучение уже на уровне высшего образования в ИТИС. Мы можем совместно осуществить множество проектов. Наши компетенции позволяют реализовать полностью уникальные проекты. Мы уже имеем опыт работы с такими крупными транснациональными компаниями, как Samsung Electronics, Cisco и многими другими. Особо хочется сказать о наших разработках в области систем умного города, беспилотных автомобилей и систем информационной безопасности. Глава Uber в регионе Европы, Ближний Восток и Африка Пьер Дмитрий Горкоти сразу навстречу дал поручение рассмотреть возможности сотрудничества и развития совместных проектов. Мы компания, которая быстро развивается и много инвестирует в технологии, поэтому мы ищем талантливых специалистов. Это дает возможность людям приходить работать к нам в Uber. Также есть другие возможности. Мы открыты для исследований и сотрудничества со студентами, которые помогают нам в технологии мобильности. После встречи у представителей IT-компании была возможность ознакомиться с историей университета в музеях КФУ. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влитяров, Универтньюс. Ты иностранный студент. Хочешь попробовать себя ведущим на радио? Умеешь красиво и грамотно говорить на своем языке? Тогда добро пожаловать в новый международный проект. Какие изменения ждут радио UFM, расскажет Анна Глазунова. Студенческое радио UFM вот уже два года радует своих слушателей полезными передачами, музыкой и просто хорошим общением. А организаторы и ведущие радио всегда стремятся к реализациям новых идей. Именно поэтому стартует новый международный проект совместно с Молодежной Ассамблеей народов Татарстана. Преимущество этих программ в том, что они будут транслироваться на сайте UFM, плюс мы будем вести трансляции на Фейсбуке, ВКонтакте. Ребят можно будет не только услышать, но и увидеть. Идея зародилась еще в Германии. Там, в рамках культурно-образовательного обмена опытом, представители Универ ТВ и UFM знакомились с работой германского радио Коракс. Тогда появилась идея вести эфиры на разных языках, а также рассказывать о особенностях различных народов и стран. Там мы познакомились с одной радиостанцией, которая работает с разными национальностями. И по приезду мы решили тоже на UFM сделать подобные программы. Совсем не важно, какой у тебя цвет кожи, разрез глаз, тембр голоса, потому что все, что тебе нужно для работы на радио, это огромное желание стать ведущим. В новом проекте иностранные студенты расскажут о своей стране, культуре, традициях, особенностях жизни и учебе в Казани. Я считаю, вот это идея хорошая, которая дает намного больше возможностей, как иностранцев, тут в Казани. Можно говорить про Россию. Ребята, которые пока не живут в России, они могут слышать меня далеко, как иностранцев, которые приехали жить в России. Слушатели также смогут услышать традиционную музыку того или иного народа и послушать передачу на родном языке ведущего. Благодаря этому проекту студенты смогут попробовать себя в роли ведущего и научиться работать на профессиональном радиооборудовании. Иностранные студенты также поделятся со слушателями и своим опытом проживания в России. Расскажут, с какими проблемами им пришлось столкнуться и как они их решали. А я именно хочу показать Россию, миру, как я смотрю на нее, как со мной происходит, то, что происходит реально. Самое интересное, ужасное и прекрасное, что произошло, это первый день в России. Это будет тема первого эфира моего в радио, и я попытаюсь это идеально все описать. Ну что ж, остается только пожелать удачи начинающим радиоведущим. Включайте радио UFM, а мы там с вами услышимся и увидимся. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. А теперь предлагаю заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас ты увидишь подборку самых обсуждаемых новостей Рунета в нашей традиционной рубрике Веб Ньюз. Рой диких пчел чуть не сорвал игру между командами ЮАР и Шри-Ланки по крикету. Челнинский разработчик представил проект по производству уникальных протезов рук, где каждый палец управляется отдельно. Депутат Госдумы подарил казанскому зооботсаду Марабу. Александр Сидякин решил подарить именно эту птицу, поскольку для него она связана с самыми теплыми воспоминаниями детства. С 25 декабря 2016 года по 10 февраля 2017 Лига женщин-университета совместно с правкомом при поддержке администрации КФУ организует университетский конкурс «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Итоги конкурса будут подведены в преддверии Международного женского дня 8 марта. Два года подряд в КФУ на практику приезжали гости студента из Ирландии. И вот в январе этого года исследователи КФУ получили теплый прием в стенах Тринити-колледжа. Об увлекательном путешествии на далекий остров узнавала наш корреспондент Анастасия Иванова. Сотрудничество Казанского университета с Тринити-колледжем Дублина началось еще с обучения ирландских студентов в лабораториях Института физики. И вот в январе этого года исследователи КФУ тоже пригласили в гости посетить лаборатории Тринити-колледжа. В Ирландии побывали директор Института физики Сергей Никитин и научные сотрудники Роман Юсупов и Нияс Бесенгулов. В какой-то момент было решено, что надо это сотрудничество, чтобы оно не ограничивалось только обменом студентами, но еще чтобы мы установили контакты также на уровне исследователей и нашли точки соприкосновения, нашли области, в которых мы могли бы писать совместные проекты и сделать совместные исследования. Исследователи КФУ провели в Дублине четыре дня. Здесь им представили лабораторию уникального оборудования для работы с синтезом и исследованиями новых наноструктурированных материалов. Да, конечно, мы были короткое время, четыре дня, но это были фантастические четыре дня, в котором мы познакомились с кампусом Тринити-колледж. Нам показали весь кампус, провели экскурсию, показали вот этот центр нанотехнологии, вот это уникальнейшее создание. Казанские исследователи со своей стороны выступили на специальном семинаре, где были представлены научные тематики, разрабатываемые в Институте физики и Центре квантовых технологий КФУ. Там создан центр, так называемый центр исследований адаптивных наносистем и наноустройств, оснащенный по последнему слову, фантастические совершенно, микроскопы, туннельные микроскопы, микроскопы, электронные микроскопы на просвечивание, с исправлением аберраций, то, чего, скажем, на сегодняшний день в Казанском университете пока, по крайней мере, нету. То есть в этой области они нам могли бы очень сильно помочь. В завершении визита стороны определили направления, по которым будут проводиться совместные исследования. Одним из них станет поиск и исследование оксидных материалов для прозрачных электродов, дисплеев и солнечных батарей. Кстати, с собой следователи КФУ привезли не только образцы для дальнейшей работы, но и свои интересные наблюдения об Ирландии. Например, в точности, как в родном Татарстане, в Бруклине есть второй язык – гайльский, на котором объявляют остановки в автобусах. Все говорят на английском. Английский для них – это как бы абсолютно рабочий язык. А вот этот гайлик их заставляет в школе учить, как у нас учат татарский, да, при этом говорит, мы в школе поучились, вышли из школы, и никто им не умеет пользоваться. Есть только маленькое общество. Ну, при этом, плюс, они обязательно, это у них чуть не второй, если не первый государственный язык, но все вывески обязательно дублируются, указать на дорогах. Забавное наблюдение было, да? Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Будь в теме и не переставай смотреть Универ Ньюс. С вами была Адель Шмилова. Держитесь поблизости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова